Сейчас к событиям в Турции. В Анкаре массовый митинг в поддержку Реджепа Эрдогана. Сам президент выступил с речью и в очередной раз заявил о том, что мятеж подавлен, а все виновные будут жестоко наказаны. До этого Эрдоган выступал в Стамбуле на первых похоронах погибших во время подавления в Астане. В правительстве продолжится борьба с этим вирусом, который распространяется по всему его телу, как раковая опухоль. Мы будем требовать выдачи сторонников Гюлена из США через заявления наших министерств юстиции и иностранных дел, а также при поддержке других стран. А вот Фетхулак Гюлен, которого Анкара называет организатором переворота, заявил, экстрадиции не боится, поскольку он тут ни при чем. В эксклюзивном интервью нашему собственному корреспонденту Александру Христенко он призвал создать независимую комиссию для расследования, По мнению проповедника, который уже много лет живет в США, мятеж инсценировали власти Турции и объяснил, почему. Мое послание турецкому народу. Я никогда не рассматривал военное вмешательство как положительный шаг и никогда этому не симпатизировал, потому что военным путем не достичь демократии. Эта попытка, разумеется, развязывает ему руки для того, чтобы преследовать его критиков в стране. До этого момента он арестовывал людей и конфисковывал их имущество. Теперь этого будет больше. За пределами страны они преследуют мои школы. После случившегося они возьмутся за них с новой силой. Несмотря на заявление властей о том, что ситуация полностью под контролем, по всей стране отголоски неудачной попытки военного переворота. Днем по подозрению в пособничестве мятежникам был задержан главнокомандующий базы НАТО на территории Турции Эрджан-Ван. Авиабаза Инжерлик используется американской авиацией для бомбардировок террористов в Сирии. Также около стамбульского аэропорта имени Сабиха полиция сдержала несколько десятков нитежников. Перед этим открыла предупредительный огонь. Аналогичная спецоперация проходила на авиабазе «Кония». Лояльный режиму силы с применением водометов арестовали семь офицеров и командующего базы. По сообщениям местных СМИ, обошлось без жертв.